Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Сегодня у нас третий прямой эфир. Сначала я представлю вам наших участников. Ну, во-первых, это наш постоянный гость, соведущий, профессор Марийского университета в Атланте, Михаил Эпштейн. Миша, рад приветствовать тебя. Взаимно. Далее, писатель, критик и автор и ведущий еженедельных передач на радио «Свобода», американский час с Александром Геннисом. Александр Геннис, Александр, рады приветствовать вас на нашем канале. У нас был заявлен еще один участник эфира, режиссер театра и кино, лауреат госпремии России Владимир Мирзуев. К сожалению, в последний момент выяснилось, что он не сможет зайти к нам в виртуальную студию. Владимир написал нам, что считает своим долгом пойти на общероссийский митинг в поддержку Алексея Навального, который проходит как раз сейчас. Мы в наших эфирах стараемся избегать политической тематики. На вопрос с Алексеем Навальным уже вышел за пределы, собственно, политики и превратился в общегуманитарную проблему. Проблему, ну, нечеловеческого обращения с ни в чем не повинными людьми. Поэтому я хотел бы от имени всех присутствующих здесь выступить в поддержку общероссийского митинга и присоединиться к требованию безоговорочного освобождения Алексея и предоставления ему профессиональной врачебной помощи. Как говорят в Америке, «God bless him», да поможет ему Господь. Ну, а теперь обратимся к теме нашей передачи. Сегодня 21 апреля, Международный день творчества и инновационной деятельности, а также день рождения Миши Эпштейна. Мы поздравляем тебя. Вопросы, которые мы зададим участникам, были объявлены заранее. Первый вопрос – как к вам приходят новые идеи? Второй вопрос – поделитесь самой безумной из своих идей, в смысле Нильса Бора. Идея должна быть достаточно безумной, чтобы оказаться плодотворной. И третий вопрос – какая из альтернативных идей, трендов в той области, где вы работаете, может оказаться самой плодоносной для будущего? Так что вопросы нам всем известны, а вот о чем будут говорить наши участники, никому из нас неизвестно. Так что это будет сплошная микровизация. Для начала я, как всегда, передам слово Миши Эпштейну, который скажет несколько слов о прототипе сегодняшнего праздника. Который отмечается в России с 21 апреля 1998 года как День альтернатив, День интеллектуала и День антитоталитарного сознания. Миша, тебе слово. Да, спасибо. Почему именно в 1998 году? Потому что, хотя такое осознание приходило и раньше, потому что осенью 1997 года возник русский интернет, русский рунет, и стало возможным объявлять и реконструировать праздники. Возник русский журнал, это название журнала. И, собственно, в нем и было объявлено, что вот 21 апреля 1998 года будет отмечаться как День альтернатив. Тем более, что в этот же день оказалась еще открыта чуть ли не первая альтернативная система планет. То есть экзопланеты были наглядно обнаружены в телескоп, что подтвердило космическое значение этого праздника. А также музыкальный фестиваль альтернативы тоже каким-то образом оказался приурочен к этому дню. Ну а потом с 2002 года как-то он стал отмечаться все шире и шире. А в 2017 Генеральной Ассамблее ООН приняла решение учредить этот день как Международный день творчества и инновационной деятельности. Урок молчания. Пауза. В этом, если определять, в чем суть творческого акта, то это пауза. Пауза. Которая у меня обычно, я ее обозначу просто знаками кавычек вокруг пустого белого пространства. То есть закавыченное, обозначенное, но как именно пауза. Границы языка. Я помню, как мы с вами, Миша, были на конференции, пока не помню где, и у нас была тема «Тишина и молчание». А, суть. И мы устраивали перерывы в наших докладах и все вместе молчали. Это было довольно эффектно. И с нами был профессор Нумана. Ницьёси Нумана, японский словист. И он сказал, ничего в этом особого нет, мы на это вся японская культура построим, на то, чтобы вставлять вот эти вот паузы. По-моему, это такой урок кейджа, да, 4.33. Ну, тоже альтернатива, как бы, да. Ну, так я же говорю, что это кейдж, да? Да, кейдж. Сколько? 4 минуты с чем-то, да? 4 минуты 33 секунды. Он приезжал и вышел в концертную зала. Я просто доскажу, что так называется знаменитое произведение кейджа, которое, музыкальное, которое состоит в отсутствии каких бы то ни было звуков. Впрочем, все эти звуки, которые во время этого молчания, этой паузы раздаются, они становятся, составляя, ну, там, какие-то уличные шумы, они составляют, как бы, естественное наполнение этого произведения. Представляете себе, когда он приехал в Ригу и выступал, не он, а его музыкант один, и выступал с его этим самым опусом, он вышел на экстраду, открыли рояль, он сел за рояль и замолчал. И все в зале сидят абсолютно молча, ждут, когда это все кончится. 4,5 минуты спустя он встал, поднялся, поклонился, ему принесли красную розу, он положил на рояль и вышел. Вот это был крутой авангард, в Риге такого точно не видели. Ну, тут много можно вспомнить, можно вспомнить Пастернакову, тишина, ты лучшее, что слышал, да? Хотя между молчанием и тишиной есть существенная разница. Тишина – это отсутствие звуков в отсутствии как бы субъекта звучания. А молчание – это интенциональное, так сказать, действие, то есть это субъект некого высказывания, которое воплощается в форме отсутствия звуков. Да, у меня есть эссе «Тишина и молчание», где я как раз разбираю разницу между ними. Это давно, 90-е годы я еще написал, и получается очень интересно, потому что тишина – это как холст, на нем можно рисовать, можно не рисовать. А молчание – это волевой акт, поэтому если мы молчим, то мы что-то имеем в виду. А вот тишина, она как ночь, она поглощает в себя свет и становится чем-то потусторонним. Я всегда задаю вопрос людям разных видов искусства, как это происходит. Ну, например, я разговаривал с Эйфманом, замечательным нашим хореографом. Я говорю, а как вам приходит балет в голову? С чего это начинается? С жеста, с мысли, с идеи? Он говорит всегда со слова. Правда, странно? То есть сначала он что-то читает, что-то видит, то есть это литературная основа балета. Мне кажется, это очень странно. Но с другой стороны, это ведь таинственный процесс. И идеи приходят откуда хотят. Откуда берутся идеи? Никто не знает. Есть вещи, которые нам даны, посланы откуда-то. К этим вещам я отношусь. Например, юмор. Юмор нельзя специально придумать, он должен родиться. К этим вещам я отношу метафору. Метафору нельзя придумать, она должна появиться сама собой. Что касается меня, то мне всегда интересно, откуда действительно приходит новая идея. У меня два кота, кот и кошка. И время от времени они сходят с ума, бесятся и прыгают, бегают, гоняются друг за другом, а потом ложатся спать. Я узнал, что есть слово у кошатников, к которым я сам отношусь, которое обозначает вот это вот действие. Называется так. По-моему, замечательное слово. Коты устраивают тыгыдык. Вы подумайте, это слово с тремя «ы». Чисто русское слово. Я даже сказал, татарское. То есть это кошачья игра, да? Ну, кошачья игра, но такая очень интенсивная кошачья игра. Они носятся, бегают. А ведь понятно и так, что такое тыгыдык. Что-то такое кутерьма какая-то. И вот я сижу и сегодня все утро думал, что бы мне такое написать с названием тыгыдык. Название очень хорошее, а что под это написать, я еще не знаю. И так бывает часто. Это похоже, Саша, это похоже на то же «Скрым тымным». Есть такое прекрасное стихотворение Вознесенского. «Скрым тымным» так танцуют омичи. Дальше вся русская история оказывается проявлением вот этого загадочного, страшного «Скрым тымным». Есть же эссе… Но у Лосева есть эссе, которое называется «Москвы» в падеже. Это о том, как он первый, единственный раз после миграции приехал в Москву. И вот эта татарская «ы» она его все время в Москве мучила. И у меня есть знакомая, которую зовут Дундыкина. Она вышла замуж, она оставила себе фамилию, потому что не отдам никому такую роскошную фамилию. Почему я это говорю? Потому что вот эти слова – это зерна, конечно. И есть такой поэт Александр Кабанов, очень хороший поэт. Я ему однажды написал, что ваше стихотворение – это рудник эпиграфов. Только неизвестно к чему. Но вот эпиграф уже есть. Он сказал, что рудник эпиграфов звучит как фамилия, скажем, осетинская. Рулон Обоев тоже звучит как фамилия. Рудник эпиграфов. То есть на самом деле все идеи приходят потому, что ты сидишь и ждешь. И обычно я не сижу и жду, а я хожу и жду. Очень люблю думать на прогулках. И вообще есть такой перипатетики. Знаете, в древности были философы, которые сюда ходили. Платон сидел, а Аристотель ходил. Или у него в Ликее ходили все время. И я тоже перипатетик, потому что я люблю ходить и все время что-нибудь, о чем-нибудь думать. Поэтому я никогда не выхожу из дома без выписной книжки, чтобы у меня всегда была какая-то идея. Но на самом деле это только начало, потому что как стихотворение, эссе очень похоже на стихии. Поэтому начинается то с одного, окончается совсем другим, потому что текст тебя ведет неизвестно куда. И еще я хотел сказать, что опять-таки из этих людей, которых я спрашивал, я спрашивал Бориса Медвенщикова, откуда у него приходит идея песни. И он тоже сказал, что для этого нужно слово, которое я никогда не знал. Я могу его даже не использовать, но вот это слово, которое я открываю для себя, является как бы ключиком, поворотом для того, чтобы все это дело началось и пошло. И совсем не обязательно в какую-то сторону. То есть на самом деле любая идея в основе своей поэтической идеи. И она идет в гораздо большей степени от слов, чем от мыслей. Во всяком случае я так считаю, может потому что это у меня литературная основа. И на самом деле наша литература, центричность, она, конечно, нам портит изрядную перспективу. А у вас, Миша, как? Вы знаете, я просто в отношении Эйфмана Эйнштейн, например, от которого ожидаешь, что его мысль работала понятийно, говорил о том, что новые идеи у него рождаются не от слов и не от понятий, а от неких импульсов энергии, от некоторых жестов. То есть мышление – это некие силы, силы, которые пробегают от нейрона к нейрону. И я очень хорошо это понимаю. Я, например, лучше понял природу, так сказать, творческого мышления, когда наблюдал свою полуторагодовалую внучку Милу, как она подбегала как бы о логической совершенно системе действий. Она укладывала спать куклу и тут же отбрасывала ее в воздух. Она открывала один ящик и тут же его закрывала. Она надевала юбку и одновременно сбрасывала ее. Вот такое же движение совершенно неукротимой и бессмысленной резвости я наблюдаю в своей собственной голове. И я думаю, что наша мысль вообще как бы в антропологическом смысле находится примерно в том же младенческом состоянии, в каком находится владение своим телом вот у владенца. Он еще соизмеряет разные величины, он учится осваивать пространство, осваивать расстояние между предметами, вот в этих вот, казалось бы, совершенно произвольных действиях. Вот точно так же вот это вот раение каких-то образов, ассоциаций, перебегания. Ну вот что Эйнштейн называл такими силовыми жестами. Не помню точную формулировку. Это мы как бы, мы уже взрослые как бы в мире внешнего пространства, но еще как бы дети в отношении каких-то реальностей, платонических реальностей. И, собственно, философия, гуманитарная наука – это, наверное, средство такого повзросления, то есть превращение вот этих вот хаотических жестов младенца в некоторые устойчивые реальности, собственно, чем мы с вами, Саша и Миша, занимаемся. Да, Саша, пожалуйста. Если позволите мне добавить, идея жеста очень интересна, потому что жест – это предмыслие. И когда мы невольно, именно невольно что-нибудь делаем, то мы говорим гораздо больше, чем словами, логикой и размышлениями, аргументами. Жест гораздо более красноречив, чем слова. И существует целая теория. У Алексея Толстого, помнится, было в Петре Первом. Он говорил, что главное изобразить жест, а за этим уже пойдет все дальше. У Беккета было точно такое же в ожидании году. Он говорил, что главное… Вообще, все творчество Бекета построено на ремарках. У него ремарк больше, чем слов, чем монологов, чем репет, чем диалогов, потому что движения должны говорить за людей. И в этом отношении поймать жест, собственный жест, по-моему, невозможно, потому что он должен быть подсознательным. Но это подсознательный жест. И то, что сейчас, во времена Зума, как мы с вами общаемся, нам крайне недостает вот этой самой жестикуляции, которую мы не видим. Я думаю, что когда кончится, наконец, проклятая пандемия, то мы все страшно обрадуемся именно телесному общению, потому что это body language, язык тела – это совсем другое вид мышления, которое не передается в вербальном опыте. А на самом деле все самое важное, что у нас есть – любовь, смерть, наслаждение природы – все это связано с невербальным опытом, который не передается словами. Одно дело – написать про любовь. А про секс, например, написать гораздо сложнее и гораздо труднее. Труднее и, в общем, по-моему, невозможно. А Бог, который завтра день рождения был, он всю свою жизнь пытался именно это и написать. И он до последнего дня работал именно над тем, как описать секс. Это его последняя книга «Лаура». «Лаура», да. Оригинал «Лауры», да. Именно этим, да. Именно этим. Он до последнего дня пытался сделать именно то, что всю жизнь хотел и не смог. Там есть, кстати, такие слова о том, что это невозможно. И поэтому жест – это как раз то, что соединяет нас с другими существами. То есть это до-человеческое и в этом отношении. А чем глубже мы уходим в прошлое, тем оно мудрее. Я совершенно с вами согласен, что наша голова – это, буддисты очень хорошо говорят, это обезьяна, которая скачет на тигре. Тигр – это тело, подсознание, а обезьяна – это мы. И называется, у буддистов называется «монки-брэйн». Обезьян – не мозг, потому что он все время… Откуда нам, значит, его мы хотим? Вот что они имеют в виду. Заставить его замолчать очень трудно. Да, но буддизм как раз развивает способы медитации, для того, чтобы прекратить это хаотическое движение, успокоиться. Это самое трудное. Да, самое трудное. А все-таки, мне кажется, в небуддийской, условно говоря, западной цивилизации задача другая, как бы превратить эти хаотические движения в некие последовательные системы, созидающие энергийное действие. Я хочу сказать, что существует такая, как бы, схема творческого акта, которая была выдвинута математиком Пуанкаре в начале XX века и потом оформлена психологом американским Олисом четыре, как бы, ступени. Я наблюдаю верность этого постоянно в том, что появляется у меня самого в голове. Это сначала такая стадия большого труда, напряженного, как бы, мышления, так сказать, то, что называется, ломаешь голову над какой-то проблемой, над связью каких-то понятий, и потом понимаешь, что ничего такого интересного, оригинального не удается с этим сделать, и обращаешься к чему-то другому, забываешь. И потом проходит, это первая подготовка. Вот когда забываешь, когда занимаешься чем-то другим, этот процесс называется инкубацией, то есть инкубация, созревание, дозревание того, что ты пытался сделать своим сознанием, и на чем сломался, и передал это каким-то другим инстанциям самому себе. И эта инкубация может продолжаться недели, годы. Пуанкаре рассказывал, как выброс, следующая стадия озарения, выброс новой идеи с ним случился на автобусной остановке, математической. И, значит, после инкубации происходит вот эврика, то есть некое озарение, когда из уже работающего продуктивно подсознания что-то выходит на поверхности, сознание ловит его и выдает в виде совершенно новой неожиданной идеи. Ну и последняя, четвертая стадия, тоже как бы разработка, рационализация того, что стихийно тебе пришло. Я вот все время наблюдаю такую последовательность, и у каждого есть, наверное, Саша, и у вас, и у тебя, Миш, наверное, есть какие-то способы взаимодействия вот с этим инкубатором. То есть я, например, стараюсь как можно больше всего намешать сознанию. Для меня, мне трудно вот одно и то же делать в определенной сфере, в определенном, так сказать, поле тематическом долго. И я считаю, что это как бы не очень плодотворно. Поэтому я стараюсь смешивать. Я считаю, например, что-то физическое, что-то психологическое, что-то политическое. Думаю о том, о другом, о третьем. Потом, когда это все намешивается, и как бы почва так вот удобряется разными элементами, и ты про это стараешься как бы вот забыть. Ты переходишь на какое-то другое поле. Вот как отдыхает, такая многополевая, кажется, такая система, да? Пока ты снимаешь урожай с одного поля, другое, так сказать, что-то там в себе, в своих недрах создает. И потом ты переходишь на какие-то другие совершенно тематические поля, и вот бац, вот из того поля что-то, так сказать, что-то рождается на том поле. И ты уже уходишь с одного на другое. И вот такое чередование, такая система, такого ментального многополия, она для меня лично работает лучше всего. Хотя я знаю, что большинство людей, они работают, допустим, там, три года или пять лет над какой-то книгой, над каким-то проектом, завершают его, переходят на другой. Но у меня вот такая система параллелизма скорее, чем... Ну, Миш, ты просто мултайтаскер, что называется. Сразу занимаешься многими направлениями. Кстати, хочу сказать, что меня слышно, да? Да, хорошо слышно, да. Я, Миша, хотел сказать, что вы совершенно, я с вами согласен, это троеполе называется, такая система, когда одно поле под паром, другое мы засеваем бобами, чтобы у нас было, а третье собираем урожать. И, знаете, я думал, что я только один такой сумасшедший, а вот я прочитал у Стругацких есть какой-то специальный ментальный эффект, когда ты решаешь задачу, но не ту, которую ты решал, а совсем другую. Это очень интересно. Я поэтому держу на компьютере открытыми сразу две, а то и три страницы. И если у меня что-то работает, вдруг мне приходит мысль совершенно посторонняя. И я тогда быстренько ее туда гоню, на свою страницу. Потому что можно смотреть одновременно теперь на разные... Когда на машинке пишешь, такого не было. А это, конечно, помогает компьютер. И еще я хотел добавить, что вот эти вот важные вопросы, хорошо их решать. Японцы говорят, вопросы адресованы животу. Не голове, а животу. А живот по-японски это сосредоточие человеческой... Человеческое сознание, человеческой силы, энергии. Все находится в животе. Куфу, по-моему, это называется. И поэтому, кстати, делают харакири, сипуку, чтобы вырвать вот это вот сознание из себя. Именно в животе. Голову отрубают. Хотя голову потом тоже отрубают. Но именно в животе. И вот эти вопросы, обращенные к животу, они самые сложные. И решаются они, в всяком случае должны решаться, всем телом. То есть они решаются не головой, не аргументами. А вот хорошо бы научиться включить туда вот эти вот элементы совершенно нерационального характера. И эти вопросы к животу. Ну, конечно, Бахтин говорил, вопросы, которые задаются перед громом. Но это может быть слишком мрачно. А вот японские вопросы к животу, это очень полезно для каждого человека, который о чем-либо себя спрашивает. И это помогает, потому что это целостное знание. Вообще, я как считаю, что знание может быть либо головным, либо целостным. Вот головное знание, это, например, что такое тангенс, или что такое таблица братиса, или что такое квадратное уравнение. Это головное знание, его можно забыть. А целостное знание забыть нельзя никогда. Вот вы научились кататься на велосипеде, вы не можете разучиться. Ни при каких условиях вы не можете разучиться. Вы научились плавать, вы не можете разучиться плавать. Это целостное знание. И между ними лежит огромное пространство. преодолеть это пространство, и есть секрет творчества. Ну, собственно, есть и такая теория языка, которая производит его, хотя, по-моему, еще в 18-м веке все теории о происхождении языка стали считать столь же ненаучными, как проекты вечного двигателя. То есть никто не знает и не может, в принципе, знать, от чего и как произошел язык. Но, тем не менее, среди теории происхождения языка есть и жестикулярная. То есть язык – это некое расширение наших жестов за пределы той пространственной ниши, в которой мы обитаем. И поэтому язык с этой точки зрения возник из междометий, поскольку междометия – это именно такие звуковые жесты, которые имеют не информативную, а такую как бы перформативную направленность. То есть сделай это, того не делай, я так к тебе отношусь. И вот совокупность таких междометий… Сначала жесты перешли в междометие, потом в междометие перешли уже в такие слова с номинативным таким констатирующим информационным содержанием, знаки означаемые. Но изначально это сила, язык – это совокупность сил. Поэтому, когда, например, какое-то новое понятие рождается или новое слово, это всегда ощущение, что появилась некая новая сила по значению этого слова, мы начинаем как бы действовать, воспринимать мир, относиться к окружающим, как бы прорезывается еще одно, как сказать, щелочка глаза на слепой поверхности мира, появлением нового понятия. И вот мне нравится эта Эйнштейновская, я бы сказал, теория того, что в его голове, когда он создает самые свои невероятные физические теории, которые оказываются верными в результате, абсолютно верными, объясняют космос, происходит вот такое вот бесконечное чередование и взаимодействие разных силовых импульсов, или перестрелками нейронов, как вот говорят, они стреляют друг друга своими сигналами. Такая космическая жизнь внутри нас. Друзья мои, давайте перейдем ко второму вопросу. Вы можете поделиться самой безумной из своих идей? Достаточно безумной, чтобы она оказалась плодотворной? Если начать с меня, то я особо никаких безумных идей не произвожу. Но у меня есть несколько идей, которые, мне кажется, было бы здорово осуществить, хотя я совершенно не представляю себе, как это сделать. Мне очень жалко, что сегодня нет с нами Владимира Мирзоева, потому что моя самая свежая идея – иметь непосредственное отношение к нему. Я только что прочитал новый роман Сорокина. Он вчера вышел в Сверху, и меня любезные издатели прислали в Йоркску. Я прочитал этот роман, и я подумал, что у нас есть самый такой писатель, который наиболее чутко отвечает на все вопросы современности. Термометр нашего общества, российского общества, скажем так. Хотя уже далеко не только российского. Это роман называется «Доктор Гарин». А недавно я посмотрел, по рекомендации Миши Михаила Наумовича, я посмотрел телесериал «Топи» Владимира Мирзоева. И вот я подумал, что как жалко, что его сегодня нет, потому что что я хотел бы ему предложить – это экранизировать Сорокина. Мне кажется, что это была бы блестящая идея – сделать сериалы по Сорокину. Нынешняя литература живет на телеэкране. Это моя старая мысль о том, что «Толстый роман» сегодня – это всегда сырье для телевизионного сериала, которое является «Толстым романом». «Толстый роман» – это то, что мы смотрим, а не читаем из вечера в вечер. Филипп Рот бросил свою литературу. Он был трудоголиком и всю жизнь писал по 14 часов в день. Вдруг он сказал, что он не может больше писать, не будет больше писать. И перестал писать, потому что исчез читатель, который каждый вечер два часа проводит его книгами. Все мы знаем такое, когда ты вечером перед сном два часа читаешь. И говорит, больше таких нет. Но появились люди, которые два часа смотрят телевизор. И смотрят они сериалы. Это совершенно разные вещи. И вот эта сериализация нашей культуры и нашей литературы, мне кажется, очень многообещающей. И я вижу в этом, я вам скажу, мне кажется, что это спасение литературы. Потому что спасение романа, спасение толстого романа. И вот моя достаточно безумная идея заключается в том, чтобы всячески использовать ресурсы литературы. В данном случае я говорю про Сорокина. Но на самом деле я представляю себе и другие способы освоения ресурсов нашей классики. Дело в том, что мы создали за человеческую цивилизацию огромный набор персонажей, героев, ситуаций. Но именно герои, именно персонажи, особенно ценный товар. И сегодня уже очень сложно произвести, что бы то ни было нового, потому что это всегда плагиат. Либо сознательно, либо неосознанно. Но мы можем использовать старых героев, старых персонажей для новых ситуаций. Хоть я видел фильм «Мертвые души», например, где все действует. Просто перенесено в нынешнюю Россию. А использованы персонажи для того, чтобы создать совершенно новую ситуацию. Я вам приведу пример наиболее удачный, успешный. Это Шерлок Холмс. Шерлок Холмс в 19 веке был совсем не таким популярным, как он стал сегодня, благодаря телевидению. И это совершенно другие приключения Шерлок Холмса. И Борхес говорил, что на самом деле герои бывают такими великими, что они не нуждаются в контексте. Я приводил пример Дон Кихота. И говоришь, что можно создать совершенно другой набор приключений Дон Кихота, от этого ничего не изменится, только улучшится. И в этом отношении я представляю себе нашу классику как рудник вот таких вот новых использований, новых вариантов использования этой литературных шедевров, которые не просто экранизируют, не просто мы их перемещаем в другую среду, а мы создаем совершенно новые произведения со старыми героями. Вот, по-моему, это весьма плодотворная идея. Я бы посмотрел, что из этого получилось. Саш, а не кажется тебе, что на самом деле эта идея говорит о том, что литература и творчество иссякают, потому что ты не создаешь новых персонажей? Булгаков, кстати говоря, писал же, он брал героев мертвых душ и помещал их в современную Россию. И в наше время есть писатели, которые продолжают, пишут вторую часть «Войны и мира» или третий роман про Стапа Бендера. Я вижу, похождение Чичикова у Булгакова, конечно, но я вижу попытки создать роман, это конкуренция с предыдущими авторами, с оригинальными авторами. Я очень сомневаюсь, что кто-нибудь может написать книгу, которая могла бы соперничать с оригиналом. А вот сериал поставить можно, потому что другое искусство. И именно в тот момент, когда мы переносим действия не просто в наше время, скажем, не просто в другой контекст, мы переносим из одного искусства в другое, может родиться нечто третье. Что касается творческих потенций, понимаете, Герман Гессен написал роман «Игра в бисер». И в этом романе действия происходят в будущем, непонятно в каком будущем, там не сказано когда именно, но можно представить себе, что это наше время. Главное качество этого времени является то, что творческий процесс завершился, он иссяк. И мы должны принять это как должное, что творчество теперь будет заключаться в изучении, в исследовании, в освоении прошлого творчества. Но творческий импульс иссяк. Я не верю в то, что творчество иссякло, но я верю в то, что некоторые формы творчества, ну, например, фикшн, художественный выносил, романы, они постоянно теряют свое значение. Вот посмотрите, я понимаю, что это звучит, как старая теория «конец романа», но тем не менее мы живем в этом веке 20 лет, 21 год. Давайте сравним достижения 21 века с достижениями 20 века. Мы живем в 21 году. 22 год – это акма модернизма. Это когда напечатали Улиса Джойса, когда вышла «Бесподная земля» или вот это. Это вершины нашего модернизма, которые мы до сих пор еще не освоили как следует. А какие вершины нашего времени? Какая самая главная книга 21 века? «Гарри Поттер». И в этом есть, конечно, какая-то обида на то, что происходит. Значит, сегодня не в литературе надо искать нечто новое, а то, что рождается сегодня. Может быть, оно рождается в интернете. Может быть, самая гениальная книга сегодня – это Фейсбук. И, может быть, мы не умеем еще увидеть то будущее, которое уже наступило, но оно уже есть. Спасибо, Саша. Миш, как насчет твоих безумных идей? У меня был такой период – 82-го, 83-го, 84-й год, когда это еще не осознавалось, как бы рушилась история 20 века со своими такими тоталитарными, монолитными дискурсами. И возникало некое новое пространство, что случилось несколько лет спустя. Но вот с моим сознанием что-то стало происходить. И я помню отчетливо день, это было 12 марта 84-го года, когда мне вдруг увиделся некий словарь. Словарь, в котором распахнулось такое пространство, и оно стало трехмерным, и все слова в нем были расположены. Причем это были новые слова, не существующие слова. Вот как Саша говорил, что Гребенщику нужно какое-то новое слово. Гласолалия некая. Грбулщил или скромтемным. Но это были понятия, это были термины, скорее всего. То есть логически оформленные, но не существующие. И связи между ними так вот с какими-то золотистыми трассами очерчивались, то есть каждое слово соотносилось со всеми другими. И я начал... У меня родилось такой жанр книга-книг, я это назвал. То есть мне привиделись какие-то буквально сотни авторов, пишущих тысячи разных книг. Я едва успевал, это продолжалось где-то 4-5 лет до 1988 года, как бы продолжалось записывать фрагменты из этих книг. Это было, я не знаю, может быть, 500 разных книг и сотня разных авторов. Я это тогда рефлектировал как книги ГУЛАГ, интеллектуальный ГУЛАГ, который выходит из ГУЛАГа. ГУЛАГ гонимых умов и альтернативных гипотез. Так можно ГУЛАГ тоже расшифровать. То есть вот все то, что могла бы произвести мысль российская в 20 веке, и чего она не произвела, из-за цензуры, из-за замалчивания, собственно, философа, это практически не осталось. Вот это стало врываться в наше сознание и заполнило вот мое личное сознание множеством голосов. И потом я узнал этот словарь уже много спустя, в 95-м году, когда я впервые открыл вот то, что сейчас называется интернетом. Компьютером я пользовался с 90-го года, а вот интернет, собственно, в 95-м. Я вдруг увидел вот это вот пространство такое, которое открыто, континуум, который мне привиделся в 84-м году. И, собственно, все то, что я с тех пор так или иначе пишу в самых разных дисциплинах, разных областях, это как бы вот опыт вхождения вот в это вот пространство такое словарное, тезаурусное. То есть это мышление не такое последовательное от одного предпосылки к другому заключению. То есть это все совершается. Но главное, это такое параллельное, как в словаре, а не как в нарративе, сосуществование разных концептуальных систем. И там десятки разных дисциплин, десятки разных художественных или литературных направлений. Я тогда написал как бы такое предисловие к этой книге книг, где предварительно указывал, что вот здесь 500 новых терминов и понятий. И вчера я как раз посмотрел и обнаружил это число 500. А не так давно у меня вышла книга «Проективный словарь гуманитарных наук». Там 440 терминов и понятий. То есть то же самое число. Конечно, оно прошло через много разных фильтров, рефлексий, опытов, пониманий, чтений и тому подобное. Но вот меня вот это вот изумляет. Такое вот то, что поначалу воспринимается как безумие, оказывается со временем неким иноумием. То есть безумие – это вообще страшная вещь. Не дай мне Бог сойти с ума. Это хуже, чем голод и тюрьма. А вот такое как бы иноумие, то есть обезумливание временное, то есть умение отстранить свой ум – это, мне кажется, то, что входит вообще в существо как бы мышления такого конструктивного. И тогда же практики какие-то возникли тоже, которые поначалу казались безумными. Например, там лирический музей 1984 год. Это музей самых обыкновенных вещей, ничем не примечательных. То есть наших домашних вещей, которые мы осмысливаем как представляющие, вот хирургический музей, представляющий нашу личную жизнь. Мы организовали такой музей в квартире Людмилы Польшаковой в 1984 году. Или коллективные импровизации стали проводить. То есть это такие сеансы спонтанного мышления. Вот каждые 5-6-7 человек собираются, предлагают, братывают свою идею, выбираются одна, и все начинают писать. Это не автоматическое письмо, это не как у сериалистов, которые предавались некому погружению в подсознание. Это вполне сознательная, рефлексивная дисциплина. Но спонтанная абсолютно. Нет возможности посмотреть в книгу или в энциклопедию. Он должен выдать некое сочинение вот здесь и сейчас на тему, я не знаю, там, знаки преподавания или времена года, какие-то и абстрактные, и конкретные темы. Вот я бы сказал, что это не столько безумная идея, сколько некое парадигмальный слом, который происходит. И он в какой-то степени вот предшествовал тому социально-политическому катаклизму, который мы в 80-е годы преживем. Значит, третий вопрос у нас. Какая из альтернативных идей или трендов в той области, где вы работаете, может оказаться самой плодоносной для будущего, по вашему мнению? Кто начнет? Саша? Я могу очень коротко сказать. Вся идея заключается в том, что гуманитаризация не только науки, а правование, общество, чего угодно. Знаете, вот Миша это хорошо знает, что каждый человек, который сегодня получил образование, 7 раз в жизни будет переучиваться. И мы живем в эпоху, когда вместо нас будут работать роботы. И нас всех это страшно пугает, потому что, что же нам делать, где нам найти себе работу. И меня это тоже пугает, потому что мы думаем, что мы незаменимы. Это тоже не так. Уже появились роботы, которые делают спортивную журналистику, пишут. Уже появились роботы, которые сочиняют музыку не хуже Баха. Я сам слышал музыку не отличить от Баха. Она и понимает, что она сделана по какому-то там, по Баху, изучается Баха, потом какая-то программа, которая позволяет так удобно сочинять. Уже продается картина, которую нарисовал робот, продали недавно за 400 тысяч долларов. То есть таким образом все меньше и меньше становятся вещей, которые люди могут делать только людям. и наша задача, наша задача человечества заключается не в том, чтобы напугать Америку, как Путин, или как Китай, это брать Тайвань. Такая мелочь по сравнению с тем, что нас ждет. Нам нужно заново определить, что такое человек и зачем он нужен. Вот это вот задача, которая стоит перед всеми. Это имеет отношение буквально ко всем. И я подумал, что вот смотрите, для нас труд, это главное, что есть жизнь. Я так вырос. И Маркс, открыл мистерию труда. Понимаешь, не он открыл, открыла буржуарная революция. Но так или иначе, наше представление о жизни связано с трудом. Труд определяет человека. А скажите, пожалуйста, а для Сократа тоже труд определяет человека? У Сократа тоже был, он был каменотес, у него была тоже профессия. Но разве ему казалось, что главное это труд? Никто не трудился? Вот его все, у Платона, когда он беседовал со своими людьми, вот которыми Сократ беседовал, его биологом, а никто из них не работал. Они интересовались истиной, что такое правосудие, что такое государство, но они не интересовались работой. И оказалось, что можно, потому что у них были рабы, конечно, но у нас тоже есть рабы, они называются роботы, и римляне. Разве они интересовались работой? У них были рабы, они интересовались государством, законом, империей, потому что рабы сделали все остальное. То есть они интересовались совсем другим. И поясняется, что люди жили без труда. Просто у них были другие представления о том, что такое человек и чего он стоит. Вот эти вопросы, по-моему, являются самым главным из всего, что нам предстоит понять и узнать. Потому что как жить без труда, надо еще научиться. Очень непросто. Один мудрец сказал, что мы должны убить свободное время, иначе оно убьет нас. И вот эта вот задача, найти себе занятие в пострабочем мире, мне кажется, самая насущная. Ох, настал бы он поскорее, этот пострабочий мир. Миша, что ты скажешь? Это действительно очень верно. Испытание свободным временем. У Поля Валерии есть такое замечательное эссе «Душа и танец». Он говорит о том, что вот как наши целенаправленные действия, дойти до чего-то, забрать, принести, вернуться обратно. Это целенаправленные действия, как бы в своем значении, стираются перед величием танца. Танец, который представляет собой систему нецеленаправленных движений, возвратных, где тело демонстрирует как бы свою собственную душу. Вот о чем, собственно, и Саша говорил. Вот трудовое движение и движение танца. То же самое происходит с мыслью. Мы привыкли к тому, что мысль обязательно имеет какие-то практические результаты. Некое, так сказать, производство, некий труд, некое достижение эффективности. Тогда как создание замков мысли, создание новой сферы, новых композиций интеллектуальных, оно самодостаточно. Так же, как природа самодостаточна, а вовсе не дана нам для того, чтобы мы ее использовали и эксплуатировали. И вот это представление о самодостаточности каждой из сфер, биосферы, ноосферы, сферы ума, разума, я совершенно с Сашей согласен. А если говорить более конкретно, вот о тех областях, в которых я работаю, какие здесь идеи могли бы оказаться наиболее, на мой взгляд, эффективными, это гуманитарные науки, да? Ну вот для меня это филология, философия, культурология, лингвистика. Здесь мне представляется очень важным такой сдвиг от изучения к проектированию и конструированию. Нету такой еще с какой-нибудь осмысленной деятельности в области гуманитарных наук, которая относилась бы к этим гуманитарным наукам так, как техника относится к естественным наукам, а политика относится к общественным наукам. То есть естественные науки изучают природу, на основе этих знаний техника созидает свой прекрасный, потрясающий мир, включая роботов. Общественные науки изучают общество и политика, разные виды политики занимаются воплощением практическим вот этих вот идей трансформации общества, прогресса, управления эффективными и так далее. Что гуманитарные науки? Вот гуманитарные науки как бы, что возникает на основе философии, что возникает на основе лингвистики? Вот меня этот вопрос больше всего занимает, и именно трансформативная деятельность на основе гуманитарных наук. Хотя на самом деле всегда гуманитарные науки были сферы изобретения, философские системы изобретались, изобретались новые направления в искусстве, в литературе, религиозные системы и так далее, и так далее. Но не узаконен как бы этот конструктивный область деятельности в области гуманитарных наук. Философия, это как правило в университете, это изучение философии, литература ведения или как оператив литературы, это изучение литературы. А вот таких как бы школ гуманитарных технологий, где бы людей учили создавать, скажем, виртуальные миры на основе определенных философских концепций. Ведь каждый мир – это определенная антология, определенная логика, определенная, так сказать, эпистемология, законы соотношения случайного и необходимого. И вот философы твердят и толдычат о том, как это у Платона или у Гегеля. А вот создавать такие гегелевские или платоновские или шопенгауровские миры виртуальные, в которых мы бы испытали опыт жизни в этих философских мирах, такого нет. Хотя я предвижу в ближайшем будущем, что философские отделения и IT, информационные технологии будут каким-то образом пересекаться между собой, так же, как уже сейчас пересекается IT-история, например, виртуальные игры по мотивам какой-то исторической эпохи, скажем так, шекспировской. Вот, и то же самое в области языка, да, создание новых слов, новых грамматических конструкций. Вот мне представляется, что в гуманитарных, то, чем я, в общем, стараюсь поместить, заниматься, вот это вот transformative humanities, создание, вернее, даже не создание, легализация, узаконивание, артипуляция таких вот творческих действий на основе гуманитарных наук, которые соответствовали бы технике в отношении естественных и политике в отношении социальных, вот в этом мне представляется, если можно сказать, это одной идеей, та идея, которая могла бы каким-то образом воодушевить новое поколение гуманитариев, потому что сейчас гуманитарная наука, как известно, находится в кризисе, и кризис этот вызван, на мой взгляд, не только тем, что их там недокармливают, недостаточно выделяют грандов и фондов, а то, что сами гуманитарии не знают, что делать со своими науками, изучают и изучают. То есть нужно, сами гуманитарные науки так бы отвернулись от человека, поэтому люди отворачиваются от гуманитарных наук. Хотя, по идее, гуманитарная наука – это образ, это сфера самосознания и самотрансформации человечества, вот то, о чем Саша говорит. Да, Миша, я полностью согласен, но, к сожалению, исходя из опыта личного преподавания в американском университете, могу сказать, что гуманитарные науки находятся на самом последнем месте в преподавании. То есть буквально все меньше и меньше и меньше места нам уделяют, сокращая и учебные часы, сокращая программы, считая, что студентам нужно заниматься чем-то практическим. Вот то, о чем говорил Александр. Ноу-хау – как ездить на велосипеде или как играть на пианино. А вот что касается гуманитарных дисциплин, считается, что они совершенно не трансформируют человека, в то время как это, естественно, не так. Если взять Джона Лока и его идеи, его же идеи фактически создали современное западное общество, либерализм, к примеру. Но и вот в связи с этим я не могу не вспомнить свою поездку в Афины. Я когда был в Афинах, я нашел карту философских Афин и прошелся по местам древних философов. И что я увидел, это было очень печально. Я поехал на автобусе, доехал до остановки, которая называлась Академия Платона. Вышел я оттуда и увидел поле, на поле камни. Один какое-то, одно здание, которое откопали, на котором граффити. И все. Ничего. Ни деревьев. Такой небольшой парк. Потом пошел туда, где было лицея Аристотеля. Там вообще ничего нет. Там просто все сравнено с землей. И написано, здесь Аристотель основал западную цивилизацию. И это, конечно, произвело на меня шоковое впечатление. А почему, собственно говоря, философия находится здесь, а не там? И я не говорил, что университеты должны учить на велосипеде кататься. На велосипеде кататься должны учить в детском саду. Но я думаю, что гуманитарные науки нужны, в первую очередь, для того, чтобы человек получал удовольствие от жизни. Гуманитарные науки делают нас шире. Математика, наверное, тоже делает нас шире. Но я не представляю себе, чтобы все люди овладели инференциальным исчислением. Но все люди в мире могут овладеть гуманитарными науками, чтобы наслаждаться всем, что мы накопили, и получать от этого удовольствие. Это, с моей точки зрения, гуманитарные науки, это, прежде всего, это изучение, гедонизм знания. И вот этот гедонизм как раз можно и нужно научить. Именно этому учили лучшие наши гуманитарные профессора. Ну, например, Броски преподавал своими студентами, как наслаждаться стихотворением. Набоков преподавал. Вот что такое гуманитарное образование в моем представлении. И надо сказать, что когда появляются такие профессора, то у них появляется много учеников, которые готовы слушать и идти за ними. Я это хорошо знаю, потому что я постоянно слушаю, вот Миша знает эту мою любовь, я постоянно слушаю лекции лучших профессоров Америки. Их 700 человек. Называется сейчас, называется, играет творчество. Я могу вам сказать, что эти 700 профессоров, это сливки гуманитарного образования. Я был бы счастлив учиться у таких профессоров в свое время в университете, но я продолжаю учиться сегодня, пока мне уже скоро подселись. Да, собственно, гуманитарные науки – это способ вычеловечивания. Это, я бы сказал, самое необходимое, что человечеству нужно сегодня. Потому что мы рождаемся внутри каких-то этнических, культурных, гендерных и прочих ниш и идентифицируем себя с некой группой. А гуманитарные науки позволяют нам быть за пределы вот этой врожденной что ли идентичности и освоить опыт иных идентичностей. Я это называю транс-культурой, то есть не многокультурностью. Один внутри своей культуры существует, другой внутри своей. Это замечательно, хорошо. И нам не обязательно даже знать друг о друге. А транс-культура – это как раз переход в границ между культурами. Это не космополитизм, конечно, потому что космополитизм предполагает, что мы вообще как бы сразу возникаем, как люди воздуха над землей. Нет, это труд как бы вырастания из своего корня и вхождения в поле всего человечества. И гуманитарные науки, конечно, важнейший при этом способ, я бы сказал, обеспечения вечного мира, выражаясь по канту. Давайте перейдем к вопросам зрителей. Вот Наталья Шелковая спрашивает, возможно ли творчество без вдохновения? Это интересный вопрос. Думаю, что нет. Я не очень знаю, что такое вдохновение, но я знаю одно, что если вы пристально занимаетесь каким-то делом, то рано или поздно вы входите в то, что спортсмены называют «зону». Вы входите в какое-то состояние, тогда вас уже трудно оторвать. Вопрос заключается в том, как найти эту зону, как войти в этот особый статус. У каждого есть свои приемы. Я знаю, что Бродский, например, когда мне писалось, он переписывал чужие стихи от руки. Это, кстати, очень интересный опыт, потому что, когда вы пишете, то работает не только голова, но и моторные наши представления о том, как это создается. Я всегда, когда работаю, у меня около компьютера лежит блокнот, и когда я дохожу до трудного места, не знаю, что делать дальше, то я пишу от руки, надеюсь, что рука вывезет, что она чего-то знает такого, чего я не знаю, о чем он говорил. Вопрос к животу, да. И у каждого есть свои приемы, которые, как включить в эту самую зону. Я, как я уже говорил, очень люблю это делать на ходу. Я беру с собой блокнот со 25 центов, карандаш и иду в лес. И в лесу я пишу, как Ленин, в шалаше. Ну, не в шалаше, но где-нибудь на пеньке я присяду, напишу три строчки и дальше пойду. И мне кажется, что сама природа подает пример, потому что в природе у нее как-то все получается, да. Смотрите, она же без усилий, например, все расцветает, опадают листья. Вот этот вот естественный процесс, он похож на самом деле на творческий процесс. Короче говоря, я надеюсь, что мое подсознание будет подражать природе, если я его туда выведу. Но у других есть, наверное, другие способы. Да, я читал, что Шиллер нюхал гнилые яблоки. Да. Ну вот, что сейчас высокопарно называется, то есть уже это воспринимается как несколько высокопарное вдохновение. На самом деле современный термин – это поток. Вот есть такой известнейший психолог, я не могу воспринимать его очень сложную рунскую фамилию, он американский. Чис Нискантени. Вот, это называется психология потока. То есть, когда ты входишь в поток, и он считает, что это абсолютно необходимо для любой творческой работы, бизнес включая, ты чувствуешь, как вот тебя увлекает, что тебе становится все легко, каждая минута движет тебя в каком-то вот направлении. То есть, ты чувствуешь себя не просто как пловец, который создает движение своими собственными мускульными усилиями, а тебя несет. И вот, я считаю, что без этого, это есть признак творчества, это есть признак как бы вхождения в некое состояние, которое от тебя уже не зависит. А если это все зависит только от тебя, то это не творчество, это работа, тоже благородное занятие. Тут мы переходим к следующему вопросу. Утворим мы или через нас? Я бы сказал и так, и так. Но есть вещи, которые берутся, как я уже говорил сегодня, неизвестно откуда. Например, юмор. Я знаю одно, что никто не может придумать шутку. У Азимова был рассказ такой, откуда взберется юмор. Ну, как известно, пришельцы принесли, попробуйте придумать юмор. Никто не знает, откуда берутся анекдоты, правда? И когда я сочиняю что-нибудь, и вдруг мне удается написать строчку, которая самого меня рассмешит, я считаю, что это подарок судьбы. Я не знаю, что такое судьба, кстати, но я много чего не знаю. Но я думаю, что две вещи в моем, во всяком черемесле, берутся неизвестно откуда. Я уже говорил, это шутка, юмор и метафора. Они очень похожи друг на друга, потому что это способ выйти из линейного мира и перейти в другое, поменять тему. Вот самое страшное, говорят, почему фанатики ужасны, потому что они никогда не меняют тему. И юмор, и метафора, это очень похожие вещи, они позволяют нам не решить проблему, а подняться над ней. Это Юнг сказал, что настоящие люди не решают проблему, они поднимаются на эту проблему, она перестает быть проблемой. Знаете, мой любимый пример, это в Библии. Вот все говорят, смеялся ли Христос. Я не знаю, смеялся ли Христос, но я точно знаю, что он шутил. Потому что вот эта вот фраза, пусть тот, кто без греха первый бросит в нее камень, это вот тот самый юмор. Потому что он поменял тему, и он выиграл. Потому что он сменил наш логический разум на совершенно другой разум. Это решенный Каан, сказал бы я, да. Да, я бы сказал так, что есть, это такая горка как бы вот все время. То есть, если едешь на велосипеде, у тебя требуются большие усилия, чтобы подняться на горку. А потом тебе с нее легко спускаться. Вот самое трудное в работе, это когда ты сам думаешь и пишешь. А самое легкое, когда тебе думается и пишется. Одно выступает как результат другого. Ты должен подняться на горку. Это ты делаешь. Это мы делаем. А потом это делается уже через нас, когда мы спускаемся с этой горки. И тогда рождается самое лучшее, так сказать, вдохновенное. Но для этого надо на нее въехать. Своим трудом, своими мускулами интеллектуально. Владислав Тарасенко спрашивает, как вы относитесь к тому, что реальность компьютерных игр в какой-то момент может оказаться более богатой и разнообразной по сравнению с физической или социальной реальностью? Я к этому совершенно положительно отношусь. Я это использую как даже аргумент доказательства бытия Бога. Потому что если мы можем создавать реальность уже во многом столь же красочную, как реальность нас окружающая, то это свидетельство того, что и окружающая нас реальность тоже создана, тоже имеет творца, программиста. Такой магичный что ли аргумент, которого, кстати, при том, что как бы интересно, что ученым вообще-то запрещено верить правилами хорошего тона в современной западной науке. Если ты, не дай бог, биолог или физик и демонстрируешь свою верность некоторым религиозным верованиям, то тебя не слишком хорошо принимают. Но вот этот вот магичный аргумент, его разделяют почти все в силиконовые долине. Илон Маск, например, считает, что из миллиарда шансов только один, что наш мир не создан, а миллиард шансов, что наш мир создан на компьютере. И что этот аргумент является очень убедительным для... Я слушал недавно курс лекции о современной метафизике. И последняя лекция заключалась в том, что профессор говорил, ну, консенсус такой, что не может быть, чтобы мы не были видеоигрой, чьей-то видеоигрой. Потому что этого просто не может быть, как сказал Илон Маск, я не знал этой фразы, но шансы абсолютно неизбежны. А почему они могут сказать, про Бога такое сказать нельзя, а про программу можно? Потому что они как бы пришельцы. А пришельцы это уже как... это Бог, но не совсем. Поэтому это не так страшно. И я не знаю, если это так, то мы никогда не сможем это доказать, правильно? Потому что если мы можем это доказать, то как ежа не пришельцы, если мы можем их разоблачить. Но отсюда что следует? Что какая разница? Если мы не можем этого знать, то это никак не меняет нашу жизнь. Правда? Если мы не управляем своей жизнью, мы не можем отмепетиться, то какая разница? Да, мы не можем этого знать, но вот как вот пари пасхали. То есть все больше и больше ставок человечество делает на то, именно благодаря техническому прогрессу, что и окружающий нас естественный мир, он тоже является, так сказать, сверхъестественным. То есть за ним некий интеллигент дизайн, некая, так сказать, разумная воля, устройство. И в этом парадокс технического прогресса. Чем больше мы можем, тем больше мы убеждаемся в том, что естественный мир тоже продукт некоторых сознательных усилий, что это некая информационная машина, как считают физики, что it from bit, то есть это вещество, it is bit, то есть единица информации, и вообще физика, и биология, и все прочие науки – это подразделения информатики. Не свидетельствует ли негация к гуманитарным наукам сегодня о дегуманизации человека? Это Миша, конечно, должен отвечать, это не я, но я бы сказал, что это свидетельствует о кризисе гуманитарных наук, которые перешли к торжеству посредственности. И гуманитарные науки сегодня лишены вот того влияния, которое они имели раньше. Но даже в моей молодости, понимаете, кто был кумиром в наши студенческие годы? Ну, скажем, Лотман, Бахтин. Это были люди, которым мы верили, это были наши кумиры, они остались моими кумирами сегодня. Но я, ей-богу, не вижу таких людей сегодня. Я уже не говорю, что я просто плохо знаю американский мир, академический. Но судя по тому, что мы о нем, насколько я могу о нем судить, то там тоже не видно таких нового Ницше, я не замечал. И это говорит о том, что кризис гуманитарных наук, он совершенно естественный, потому что если это все сводится к либо ученому жаргону, на который переводится банальный истинный, переводят язык жаргона. И это не наука, и это не искусство, это начетчество. И поэтому не дегуманизация человека, а дегуманизация гуманитарных наук происходит. Мне кажется, именно это. Но я боюсь, что Миша знает гораздо лучше. Вы знаете, есть блестящие гуманитарии, блестящие исследования. Но дело в том, что сама парадигма гуманитарных наук остается чрезвычайно консервативной. И она состоит в том, что мы должны изучать, но мы ничего не можем изобретать, ничего не должны придумывать. Даже вот когда аспирантам профессора излагают свои представления о том, какая должна быть их научная работа, диссертации, не надо оригинальных идей, вы должны продемонстрировать свое владение материалом. И в результате получается так, вот представьте, ну вот ботаника, да? Вот представьте, изучается мир растений, но при этом нет и запрещено садоводство, лесоводство, растениеводство. То есть любая конструктивная деятельность в области выращивания растений, создания садов и лесов, вот это гуманитарные науки сегодня. Понимаете, это ботаника без сельского хозяйства, без растениеводства, без практик, без гуманитарных технологий. И естественно, что это нищенская оказывается ситуация, поскольку ум, лишенный возможности не только познавать, но и преобразовывать, преображать, это ополовиненный ум, полоумие. Я совершенно с вами согласен, потому что филология представляется географией. Вот мы должны изучать такую-то книгу, или такого-то автора, или какие-то стихи, потому что они есть. Просто потому что они есть. Мы же изучаем, мы не говорим, что нам нравится гора. Мы говорим, что она есть, поэтому надо ее изучать. Так, между прочим, Михаил Леонидович Гаспаров считал, что не бывает плохих стихов, они все должны быть, они все важны, потому что они есть. Мне кажется, что это бескрылая теория, именно поэтому и студентам она неинтересна. Потому что те люди, о которых я говорил, тот же Лолоков, тот же Пахтин, тот же Аверинцев, это были люди, которые создавали модели знания, в котором мы жили, это было то, что преобразовывало нас. Вот вы говорили о том, что гуманизация науки, о том, чтобы отчеловечить человека. Вот они и были такими. Господи, какое оказание, гигантское влияние оказал на меня Пахтин молодость. Мне кажется, что он преобразовал. А еще до этого Шкловский. Это все люди, которые меняли нашу жизнь. Знаете, у меня есть одна простая идея, которая касается гуманитарных наук. Нужно на каждом гуманитарном факультете написать большими буквами цитату из Шкловского, который сказал, что человек питается не тем, что он съел, а тем, что переварил. И вот гуманитарные науки – это гормоны, которые позволяют переваривать наше знание, а не просто его получать. И до тех пор, пока люди могут помочь этому делу, то тогда гуманитарные науки понадобятся, и они найдут новое себе предназначение, новые цели и новые методы. Это замечательная фраза для того, чтобы закончить нашу передачу. Мы уже в эфире, 1 час 20 минут. Больше вопросов нету? Вопросы есть еще кое-какие. И если есть интерес... Давайте быстренько, коротко ответим, потому что неловко люди ждали. Да, мы будем рады ответить на все вопросы. Ну, кратко, по мере. Возьму. Так, сейчас я высвечу. Почему она не высвечивается? Поспел заметить, как она есть. Странно. Иррационально или творчество по своей природе. Да, да, да. Почему-то не высвечивается. Я вам скажу, что мы не знаем, что такое иррациональность как таковая. Поэтому творчество – это такой же процесс, как и все остальное. Отчасти рациональны, отчасти иррациональны. Конечно. И мы не можем отличить одно от другое. Это мы думаем, что мы можем. Но на самом деле, никоим образом. Поскольку в каждом творчестве есть, например, психологический момент. А психология иррациональна уже по определению. Так что не надо этим задаваться. А что касается физики и математики, то, безусловно, этот творческий процесс, я всегда завидую им. Потому что, господи, как они счастливы в своих безумных вещах, которые я не понимаю ни слова. У меня друг, у меня много друзей физиков было. И они занимаются творчеством куда более плодотворно, чем мои знакомые поэты. Разве сегодня... Сейчас, кстати, Миша скажет. Я извиняюсь. Иррационально и иррационально, а лучше сказать трансрационально. Поскольку, ну вот, как я уже говорил, ты должен очень много рационально пытаться решить какую-то проблему с тем, чтобы передать ее потом своему подсознанию. И вот это вот постоянное сотрудничество. Сознание с подсознанием. У каждого вырабатывается... Мои человеку не представляются свои способы сотрудничества. Рационального и иррационального. Так, чтобы иррациональное не разорвало твоего сознания, не понесло, как такой взбесившийся конь. Но и так, чтобы всадник не слишком, так сказать, подчинял себе это животное иррациональное. Чтобы оно свою энергию движения тоже ему как бы дарило. Вот это взаимоотношение очень сложное. Это вот как едешь на лошади, хотя один раз только ездил, мне не понравилось. Но это вот взаимодействие как бы своего человеческого и животного ума. Очень сложное и увлекательное. Разве сегодня в эпоху сверхчеловека или недочеловека мало никогда ранее не существовавших героев? Я, честно говоря, не понял этого вопроса. Может, Миша? По-моему, этот вопрос, по-моему, возник в связи с тем, что, Саша, вы говорили о том, что хорошо бы взять уже существующих героев и трансформировать их в сегодняшний день. Может быть, с этим это связано? Может быть, но причем тот сверхчеловек и недочеловек. Я не думаю, что у нас больше сверхчеловеков или недочеловеков, чем было во времена Ницше, и как-то это не вяжется. Я, в прочем говоря, не очень понял, что хотел сказать. А дальше шелком. Хорошо. Идем дальше. Согласны ли вы с тем, что подлинная свобода возможна лишь в творчестве? В других сферах жизнедеятельности существует бесконечное число ограничений свободы от государства и его граждан. Ну, с одной стороны, конечно, так. С другой стороны, что такое подлинная свобода? Для творчества тоже нужны какие-то конструкции, какие-то законы, которые ты нарушаешь. Если из ничего творит только Господь. А вот человек должен творить из чего-то. И вот это что-то, оно задает какие-то ограничения невольные. Потому что если ты не переступаешь какой-то границы, уже положенной, ну, как Лотман наш, Саша, нами Саша любимый говорил, что сюжет – это литературное произведение, это серия пересечения границ. Герой переезжает из города в деревню, или, так сказать, переходит к границу тех или иных стадий разума, социальные границы, педагогические границы. И если нет границ, то нет и творчества человеческого. Короче говоря, когда все можно, ничего не интересно. Да, это точно. Какова роль зрительных образов в творчестве, на ваш взгляд? Вы знаете, сегодня зрительные образы, видеократия так называемая, заменила нам литературу. И нам кажется, что все сегодня должно быть в видео. Действительно, я слышал, что в школе учителя задают сочинения. Но не написать сочинения, а снять фильм, о чем бы то ни было. То есть это видео становится повсеместно. Но с другой стороны, всегда где есть ян, там есть инь. Но когда-нибудь была эпоха в мире, когда столько людей писало? Каждый день 2 миллиарда человек что-то пишут в Фейсбуке. Когда-нибудь была такая эпистолярная лихорадка за всю историю человечества? И это говорит о том, что мы абсолютно не можем предсказать всю ситуацию. Я сам в 90-е годы считал, что с литературы, от слова литера, от слова буквы, все покончено. Это уже в прошлом было. Но на самом деле оказалось, что все выворачивается от наших предсказаний. И роль зрительных образов в творчестве зависит от того, какое это творчество. И от зависит от того, у кого. Например, известно, что поэты, да и писатели тоже, идут либо от музыки, либо от живописи. Это совершенно два разных способа мышления. Вот, например, Томас Манн шел от музыки. Он пытался писать симфонию. Но есть поэты, которые идут, любите живопись поэты, помните? И есть поэты, которые идут от живописи. И вот, например, Сорокин, который я сегодня говорил, идёт явно от живописи. И это очень интересно сравнить, что получается в результате. Потому что на самом деле творчество, оно же растёт из одного корня. Поэтому то, что там внутри, сплавляется в неразличимый клубок. И этот клубок и есть творчество. Этот клубок абсолютно непостижим нашим рациональным умом. Ну вот, Неса ещё разделял Аполлоническое и Дионисийское. Вот Аполлоническое – это как разительное, оформленное, там, скульптурное, живописное. И есть художники, более склонные к Аполлоническому или Дионисийскому. Дионисийское – это, скорее, музыкальное, это экстатическое, это мускульное, силовое. И мне, например, ближе, вот, скорее, жестикулярно-мускульное составляющее вот такого самовыражения. Если говорить сейчас не о слове, не о понятии, а именно о разделении зрительного и незрительного. Ну вот и Саша тоже об этом говорил. Я бы это разграничивал как Аполлоническое и Дионисийское. Ну, можно иначе, конечно. Аполлоническое и Дионисийское.